Ребятки, всем привет! Сейчас профессиональный повар с опытом и со всем остальным покажет, как сделать рулетики из мяса куриного Куриное индюшко, либо что? Филешко А со свининой это можно сделать? Можно, но за тем добрее Это курица, обычная магазинная курица Филешко Филе, да Значит, вот его надо отбить, тонко нарезать Да Посолить, поперчить Это яблоки с майонезом Да, и чуть-чуть лучка Сырого, да? Да, чуть-чуть Ну, чуть-чуть Кстати, я очень люблю яблоки с луком Мне кажется, в салатах они очень классно сочетаются И вот так заворачиваем Заворачиваем и вот сюда на фольгу Учишь, включи насильную духовку сейчас Насильно? Насильно, да Ты любишь насильно? Или просто на большую температуру, да? Прямо на всю-всю? На всю Ну, на 250 На 250 даже включу Не, на 250 Верх-низ с обдувом, да? Я не знаю Мне вот эта духовка нравится больше, чем у меня Да Чтобы он сразу трошки зараменелся Это дима Так, а как ты его защипаешь? Зубочисткой Зубочисткой Да, чтобы подать Вот так вот Очень простое в приготовлении как бы Ну, простое это так кажется Что просто уже Надя все подготовила Вот так Вот так Угу Ну, мне и оно понравилось Я, например, не один из, мне понравилось Такое на свадьбу готовите? Мы же на свадьбу не ходим А, вы не ходите? А че? Я думаю, вы ходите Нет, уже ноги болят, уже нет Уже нет Только в олигархах Местных? Местных Нелогарских олигархов Ну, а вы же готовили когда-то в Кременчуге? Да, я в Кременчуге, конечно То есть люди приглашали, да? Да А где готовите, вот если вы каких-то... Дома Ну, раньше Ну, хорошо Ну, хорошо Если, допустим, вот кто-то умер в недогарках Куда идут? У нас есть столовая, батьковская хата Это не в школьной столовой? Нет, нет, нет У нас, допустим, в школьной столовой Нет, нет, у нас в школьной столовой ничего нет Нет У нас такое ничего Ничего Ну, и батьковская хата Сейчас, по-моему, в батьковской хате обидены не отбывают сейчас Вот недавно у меня где-то в градус, в соседние сели ездили А яблоки кисло-сладкие или сладкие? Да, да То есть не кислые должны быть? Нет, нет, нет Они должны быть кисло-сладкие или сладкие даже Такие яблоки сочненькие То есть семеренка сюда не подходит? Ну, они же такие Семеренка, они же кислые Да, на кисле Оля Оля Не бывает, пустой болтаю Но я-то знаю Что мы с тобою не заст... Алло Алло Добрый день Привет, Оля Как дела у вас там? Ну что, мы делаем с Надей То есть Надя делает рулетики С яблоками Как дела, я не ездю курицы Я понял, я понял Бо она мне звонила и я на обед была как раз спорилася по хозяйству Ага. Так что? Что там, мой мурчик? Нема мурчика, немае. Ой, Боже. Ну, не знаю, немае пока. Ни на дворе, ни в подъезде. Десь бігае. Вот таке. На гульню еще не, він не похожий на гульню. Та десь бігае, наверное. А ты уже на работе, Оль? Да, пришла на работу, уже девчата пішли. Нормально? Ага, ага. Добренько, работайте. Давай, Еда. Спасибо, Оль. Хорошо. Подружка. Самая преданная подружка. Она хорошая, Оля. Вообще. Такой, який и нематами не будет в тебе. Люба, Люба еще дуже хорошая. Жена баяниста? Да. Мне она так интересна такая. Чего? Она хорошая. Она знаешь, какая хорошая. Это люди, которые им выгода никак не нужна. Есть же такие значки, которые дружат из-за выгода. Да, из-за сумок. Из-за индюків дружат. Ну так, на что ты, баба, кажешь такую? Ну так, люди напишут, я уже опережаю людей. Ну хай пишут, ну хай пишут, ну вони ж не... Ну хай попишут. Не все ж пишут. Нормально ж. Так, еще зобочистки надо? Да есть. Я привезла. А, це твои? Да. Так вроде как просто, а ты потом посыпаешь чем-то сверху? Не. Ну вони смазывают... Не есть том, не смазывают? Да, яичком можно смазать. Вот так яичком. Я яичком смажу чуть-чуть. Чуть-чуть смажу. Мне кажется, что оно и лишнее, наверное, да? Ну, там, где я бачила, они в муке обкатывались и яичком смазывались. Может быть, вот в панировку можем, но было бы. Ну, мне кажется, панировка с яблоками не очень. Не, хай будет так. Он там в сочок будет, нехай. Мне кажется, без яиц, хорошо. Мне его не нравится. Что тут только яблоко? Так, пока втекнешь его, ничего. Хотя, вот, чуть больше осталось. Да, ничего. А сейчас оно там еще размерзло. Вот очень, мне кажется, вкусно кальмары с яблоками, нет? Вкусно кальмары с яблоками. Кальмары, да? Кальмары, да? Я вот сейчас подумал, что в этот салат можно было бы кальмары, может быть, вот это лук, яблоко, яйцо и кальмары. Куда? Ну, сделать. Кальмары отварить, порезать полосками, такими вот кубиками. Яблоки кубиком, яйцо. Не, будет вкусно. Мне кажется, да, будет вкусно. Кальмары, яблоки, яйцо. Ну, это я сейчас вот на ходу. Что-то подумала, что яйца и кальмары туда будет классно. Может, там уже яблок поменьше. А что, сейчас я гляну, если там такое... Ну, в принципе, все. Да. Ну, хватит. Да, хватит. Давай мы его подвинем вот так, в кине. Ага, не хватит. Вот так. И сделаем, типа, знаешь, бортика второго. Давай. Чтоб оно... Чтоб оно... Ты знаешь, что же, а ты казал, что ты у меня научилась. А, ваше, на макармане жарит, научилась. Да, учил себе. И богато все. Это такое. Вот мы вот так подвинем, и получится тут бортик. И там бортик, и ток будет держаться. Там я листик не вынимала. Вот он, ну, глядь, его... Его надо вытянуть, да? Вот он надо вытянуть. Вот так и берет эту тряпку, вытащил. Так. И все можно, в принципе, отправлять, да? На сколько температура должна быть? Ну, где-то 200. Давай минут 20 на 200. Минут 20. А потом поднимемся, чтобы оно зарумянилось, а потом мы меньше-то сделаем. Ну, все. Все. Спасибо, Надя. Посмотрим результат. Да, да, да. Сказав, что... Доктор мне сказал... Ключи свет. У вас парень сын. Почему? Я стала сказать, скажу, вы знаете, вот так и вот так. Кажу, сын мне сказал... Ключи свет. Мама, ты ехала с таким ртом. Ключи свет. А сейчас... Ты ехала так, скажи. А приехала так. Он, скажу, заметил, через 2-3 дня, а он на одном берегу жив, а я на другом. Говорю, так и так. А Вин и кажет. И женщину одну проголосил. И это тоже Виталий Григорьевич. И женщина кажет, женщина, мне не кажет, врач. Я 40 лет работаю зубопротезом. Ставлю зубы. Такого случая никогда не было, чтобы от того, что поставят зубы, губа, допустим, опустится. Это не так. Вот скажите, скажи мне, пожалуйста, как вы думаете, Брежневу могли поставить не такие зубы, когда говорили, что ему стоматологи не так поставили зубы? Говорю, конечно, не могли. Кто такой Брежнев, кто такой я? Это, говорит, неправильно. Вам надо, и доктор сказал, и она, обязательно пойти, как оно, врач, что ты говорил, куда, Савел? Невропатологу. Невропатологу. Это связано с неврой. Он взял иголочку и вот колет мне здесь и здесь. Тут у вас все хорошо. Зубы ровные. Вам нигде не мешает? Говорю, нет. Зубы нормально. Я разговариваю хорошо. Нигде не давит, не ущемляет ничего. Дискомфорта нету зубами. А вот так вот. А, говорит, может быть, вы не замечали, когда не было тех двух зубов опущенной, была, не сильно обращали внимание. Я говорю, не могу сказать. Не могу. Такое не может быть, если была ямка, а потом поставили, из-за этого она опустилась. Конечно, это нет. Это связано с нервами. Может, от глаза, может, от щеки. Вам надо нервопатолог, да? Он пропишет вам витамины. Вы попьете, и будет все нормально. Все. А так не сильно заметно. Даже то, которое я денежки давала, девочка писала мне, сколько за верхнюю, сколько за нижнюю, когда я ездила. Не знаю, масса форум, на форумах масса случаев, когда от зубов меняется и выражение лица, и губ, то, что он говорит, такого не было. Я говорю, а тут чисто такой случай. Ну, стоматолог, что этого не слышал, такие случаи. А стоматолог говорит, ой, вы знаете, сколько, каких разных только случаев не бывает. Вот в том смысле, зубов, понимаешь? Каких только случаев не бывает. Ну, у вас тут ничего страшного нету. Зубы у вас хорошие. Ну, у тебя нет, ну, у тебя был нормальный рот до постановки зубов. Если тебя перекосило, тебя перекосило бы раньше, что перекосило в тот момент нервы, когда поставили зубы. Ну, не знаю. Ну, я тоже не знаю, мам. Может, вы не замечаете? Ну, хочешь, ну, нет, зачем замечать, есть видео. Есть видео в ютубе. Есть видео в ютубе до и после. Ну, доктор при этом ничего не виноват. Он сказал, иди к нейропатологу. Ну, а кто-то бесскажет. Ну, иди к нейропатологу. Нервопатолога подивится, скажет, нервы в порядке, все в порядке. Нет, он может пропишет витаминчики. Ну, а если не поможет, что дальше? Да, ну, и все нормально будет. То будет окрайней. И все будет нормально. Ладно, ну, так-то и так. Тебе удобно, тебе удобно. Ну, а я ему сказала, а можете ли? Да зачем же, скажешь, что же другая сделает? Ты сам не будешь, зубы хорошие. Зачем их вынимать? Ты что, представляешь, что это такое? У меня были уже подготовленные зубы, я еле выдержала. А это представлено, все это пилят. Это все надо. Это каркас один. Ты понимаешь, что это такое? Один каркас. Их надо все от такого выдергивать. Там вот такие сеньки мои остались. Ты что? Я ходила, не жугать не было. На этой стороне один зверху. И внизу, и на этой. Вот так передвигала. А посередке все пусто было. Мои манюсенькие, а то дырочки, где нет вообще зубов. А все сделали хорошие зубы. И улыбайся, сколько хочешь. Кажешь, спите спокойно. Все нормально, не переживайте. Не берите голову. Ну так-то и так все. Ну так а что, вроде совсем переживайте. Ну так-то и так, хорошо. Они меня успокаивали. Нормально. Сказали, не переживайте. Тут такого страшного, каже ничего не мало. Они улыбниться. Что они тебе скажут? Закрите. Так что скажут? Я сама смотрю. Не так, как в первые дни. Не так, как ты первый раз сказал. Я смотрела, подходила до зеркала. Сейчас не так. Сейчас не так. Тогда я разговаривала, она так вот униз была. Теперь не так. И улыбаются все нормально. Не делай паники. Забудь, как тебе сказали, запрещенник. Забудь и все. До свидания. В рту у тебя была операция. Так вот это и мне. Кажет, да, всяк бывает. И нервы, каже, и все. И как же. На лице еще с нервами. Вин взял иголку. Я одинаково чувствую. Колом вот так. Одинаково боль. Что тут, что тут. Не то, что тут не чувствую. Что у меня воно задривили. Ну так получается, с нервами. Все в порядке. Не знаю, не знаю. Ну сказал до нервопотолога. Покажется нервопотологу. И одна врача, и другая. Сказали покажется нервопотологу. Обязательно. Хай, каже, с ним поведелось. Подивиться, что скажет нервопотолог. Это до него. А тут его работа все правильно. Что же его пилять? А так и самое ставить. И что меня раз мучить? А зубы кто тебе будет даром? За верхнюю часть я заплатила 8800. Все 5400, это 8800. Тут денег много. Понимаешь? И тем более, они не присоскали. Мам, я не знаю. Ничего не буду говорить. Ты не врач. Поедешь, когда будет время. Съездим, сынок. Будет у тебя время, сынок. Тебе. Да что у меня? Я поеду, когда ты скажешь. Он записывается в Гарвис. Звонит. Да ну его. Писаться где я. Города не знаю. А я знаю. Я что думаешь? Что тут? Более-менее. Что у меня? Ты сколько живешь? И что? Я что врачей знаю? Я вот когда приехала, я на транспорте раз поехала на Озерку сама, двума транспортом. А так я все время. По щелчку тут все готово или что? Мы своих дел. Поедем раз. Своих дел куча. Вот раз поедем, припишем аптеку, наберем и все. Попьюй, до свидания. И все. И забуду, как ты за днем. Так, щелк. Да, я сильно забуду. И не надо преувеличивать и делать что-то. Ну все, радуйся прекрасно. Радуйся. Нормально. Все хорошо. Куся, кусечка, ну что они с тобой связятся? Надо там капли, я надо тебе... И вот с тобой до невропатолога тоже кота возьми. И ссал. О, уже заморозило. Дивись, кусочек можно... Так оно готово, чи нет? Да, да, да. Она сидела. Ну что ты сидишь в комбинации? Ничего, мне жарко. Я что, раздетася в зиму, не комбинация, а такая кофточка. Сидите? Такая кофточка красивая. И что оно, я не понимаю? Бачишь? Ну оно с чесничком, приправкой, солькой. Оно сырое? Ну оно сырое, да. Ну что просолилось, сырое, да, невареное. То было просто сало, без соли, без ничего. Вот резал картошку, как вы, как Артем, вы делали. Анякно. Хочешь попробовать? Да нет, я пока. Так, ну что оно? Ага, уже ровнянце. А запах какой? Я трошечка смешила. А тут же всякий... А у тебя пахнет хорошо. Ах, чесноком. Давай. И специи ему. Хорошо пахнет. Господи. Добрый заморец, а вчера вечером упал, да? Господи, боже мой. Мама, мама. Сейчас, сейчас, сама, сида. Сейчас, сюда, сида, сида. Виня, хай сюда, я иду. Хай сюда. Да чего ты сидаешь? Я кусок возьму, и все. Ты бородишь, сюда, я пиду. Давай тебе тарелочку покладу. Да, положи, положи. Сида, Саванка, я уходю. Я уходю. Сида. Да, я ему сейчас тарелочку положу. Давай, давай. Ихай он туда иди. Супчик есть, может, поесть. Еще до того, как объедать, его через будет, а еще много времени пройде. Сама, давай, положу. Хлеб тебе давать? Да, ведь хлебушку. Ну да, белый. Ну да, любая, любая, да. Самое-ка пельмени с хлебом есть. Он любит эти хлебушки. Вот так, смешно. Можу кислый огурчик дать. С вами на рукочести. Ядреный огурчик дать? Не, хватит, хватит, Надя. Все, ешь, хлеб. А супчик не хочешь? Не, не. Не будешь? Ну все. Спасибо. А, ты туда? Так, ади. На. У меня посоха нема. Посоха нема. Пусик, будешь со мной? Будешь? На, попробуй. Надя достала, ой, горячая. Угу, такие вот рулетики. Вот она разрезала кутиш. Не пробовали еще? Не, не, не. Хто не пробовал. А что, не пробуете? Да, не ты пробуешь. Да, ну да, что я. Не, не, не ты. Бери вот этот кусок и ешь. Будешь там дергать его. Там оно горячее. Я боюсь, что я бажгусь. Чи не? Бери, дуй. А горячее? Дуй, дуй, а ты иди ешь. Угу. Яблочки спеклись. Угу. А яблоки спечути. Первый раз, первый раз бачу с яблоками отбивни. Обычно кляр и все. У кичка яйца, а це с яблочками. Саня, берли. Так у баска. Все пальчики, да? Угу. Бери тут пальчики. Ну, у нас отб... Надя, ты же отбывала мясо? Угу. Ты же его отбывала? Ну да, ну да, конечно. Отбывала молоточком. А то дей туда запутай. Хороший. Кусочек, бери прямо. А руками возьми, господи. Ногами. Нормально? Не, ну, как пишут тебе. Хороший. Да. Как пишут тебе утку рвал руками. А чем ей ногами рвать? У меня куча есть перчаток. Одноразово их. Бильных просвечиваются. Домаш тоже. Что-то они дома так одевают быстро. Подумаю, что там они бут. Попробуйте вы. Да, не пахло. Вот этот кусочек разрезайте, попробуем. Саме обережет этот кусок. Он не горячий. А вот выедайте. Выедайте, он не такой, да. А ты цей порежешь? А ты цей режешь, да. Пахнуть хорошо. И она, бачишь, блестят так хорошо. Режь, хай, хай ще з'ист. Съезжай, мил. Я не даться не буду, я не день рождения. Парчик клала, да? Парец попадает. Хороший, вкусный. Хороший, да. Сочный чай, без сочнища. Да. Ну, эти сочнища, да. Что-то мне кажется суховато. Первый был суховатый. Хороший, мил. Хороший, мил. Она такая есть, тем более из грудки его ничего не сделаешь. Да, она же такая есть. С валенкой трошки жирно. Да, ну и с валенкой. Не, их может, знаешь, ну а шо, их фольгу заворачивать, не то будет. Ну, так они вроде как сочни. Ну, да, это южку там пустило. Да, да, да. Вроде ничего такого. Ну, мы же их сметаной заливать, не то же херня. Ты там, это же сам, 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 что хочешь? Я дам сейчас сметану тебе. Что хочешь? Давай я тебе дам сметану. Да нет. Мокрый, будет лучше. Ось тут крошка елся. И куда они, знаешь, и рамени макнем сметану? Если запекать сметану, чего макать сметану? Мне запекать сметану, потому что там солить. Вообще-то можно так, знаешь, розвести сметану и залить. Ири яйцо с сыром. И чтоб оно кипнуло. И, допустим, вот как они жарятся, а потом залить уже яйцом с сыром. Не, вот так вкусно, знаешь. Как? Ну, вот когда целый ешь. Вот. Когда вот не разрезаешь. И еще самелка клади нам, пока горячий. Ну, суп ты ешь. Так, вы только что поїли, фасы. Не клади сам вам ничего. Какая? Ты ела? Да, конечно, ты поїла. Супчик ела. Ты мясо ела. Супчик ела, мяско трошки ела. А что, чтобы оно тебе на лиске? А это, чтобы было сочно, я уже глотнула. Хорошая, холодная. Десяти процента сметана нашла. Нежирно. Ты, Сахар, а вы выключили духовку? Да, да, не выключила. Не выключила, нет. Вот и так, и все. Айтан? На ноль даже. Все, она горячая. Давайте верну до дома весь день. Не, Надя, не. Зистые. Зистые сами. Да. Ну, что ты сегодня?